Луна была расколота. И потом Аллах говорит, но они, многобожники, если даже увидят вот такие чудеса, это чудо, они все равно отвергают веру и говорят, сехром мустами, да, это колдовство, которое было и до Мухаммада, это всего лишь колдовство. То есть Аллах использовал тут глагол прошедшего времени, уже раскололось, то есть это было, это уже было, но многобожники не уверовали. Хадис, который передает Бухари и Муслим, тоже достоверный хадис, который передает Ибн Мас'уд, говорит Ибн Мас'уд, что раскололась луна во времена пророка, алейсалату ассалам, на две части. Одну мы видели, это произошло ночью, лунную ночь. Хурейши ему сказали, уверуй, покажи нам, если ты пророк, то сделай так, чтобы луна раскололась. Это ночью. И Ибн Мас'уд, говорит, одна половина для них, они видели над горой, то ли Абу-Кубейс, то ли Хира, над одной из этих гор Мекки. Другая была ниже нее. Другая половина. И пророк, саллиллаху алейсалам, говорит, ищаду, свидетельствуйтесь, признайте, признайте, уверуйте, дальше передавайте вот то, что увидели. И Ибн Мас'уд, другой версии, говорит, мы были с пророком тоже. То есть Ибн Мас'уд очевидец этого. Другая версия сказана, что это было в долине Мина. И, то есть, разные передачи этого хадиса много, сказано в Мекке. То есть, все это было в Мекке. Это было все в Мекке. То есть, до Хиджри это все было. И Дивайти, который передает тоже Мас'уд от Ибн Мас'уда, тоже Бухари Муслю, в этой версии сказано. Но, Мушлики Хурейшев сказали, когда увидели это, тут им куча, много Мушликов, толпа, и Сахаба тоже. Они сказали, Сахаракум Ибн Абекабши. Одни другим говорят, он заколдовал сына Абекабши. Они приговорили его, называли сыном Абекабши, потому что его молочный отец, его звали Абекабши. То есть, это как бы, желая оскорбить его, потому что Абекабша Бедуин, там, значит, не имел высокого, как бы, не из высокого сословия, там, из Бедуина, эти оседлые речи особо не считали. Поэтому, специально, чтобы оскорбить его, приписывали его к молочному отцу. Потому что, по отцовской стороне, он, значит, очень уважаемый, высокого сословия человек. И тогда, он говорит, Ибн Асууд, сказал, что этим человеком был Абуджахал, говорит, «Инна Мухаммадан инкана сахаба л'камара». Если Мухаммад даже околдовал, там, этот, Луну, да, то его колдовства не хватит, чтобы всех людей околдовать. Поэтому давайте спросим те, кто придут извне Мекки, кто-нибудь видел это или нет. И через какое-то время пришли, прибыли люди, которые, значит, направлялись в Мекку. Они их спросили, и действительно, они сообщили, что они тоже видели вот это явление. Что они тоже видели. Тогда Абуджахал сказал, отправьте, говорит, в разные страны, чтобы посмотрели, кто-нибудь еще видел или нет. И тех, кого, говорит, они отправили, вернулись в других регионах, в других странах, тоже видели вот это событие. И Курейши что сказали, говорят, а это сиха, это сиха. Понимаете? Сами попросили. Но то, что ученые сказали, почему это очень великое, как бы, чудо. Потому что то, что на Земле нас окружает, это одно дно. Достичь космоса, достичь Луны, это совсем другое. И мы должны понимать, что это все могущество Аллаха. Но это, конечно, не пророк, салли Аллаху али вассалям, сам, а это все от Аллаха, субханава ва та'алле. Аллах, субханава ва та'алле, вот так поддерживает своих посланников. Это доказательство его пророческой миссии. Но многобожники из-за своего упрямства, они увидели это, услышали свидетельство других. И тогда они отказались верить. Поэтому, еще и еще раз повторяю, что многобожники, неверующие люди, у большинства из них причина неверия не в том, что они не знают, там, есть Аллах, нет Аллаха и так далее. Нет, высокомерие. Высокомерие. Понимаете? Они увидели чудо, которое они сами попросили, показали. Нет, не признаем. Поэтому, когда в Коране Аллах, субханава ва та'алле, упоминает историю, что, когда мушрики попросят Аллаха, субханава ва та'алле, после смерти, верни нас на этот свет. Все, мы увидели, узнали истину. Мы будем тебе поклоняться. Аллах, субханава ва та'алле, говорит, если бы их вернули, они опять бы упорствовали в своем куфре. Понимаете? Они опять бы упорствовали в своем куфре. Поэтому Будд и, рахима Аллах, большой ученый, говорил, больше всего людей войдут в ад не по причине того, что они что-то не знали и так далее. По причине высокомерия. Высокомерие – это то качество, которое больше всего ведет людей в ад. Иблис, почему он ослушался Аллаха, субханава ва та'алле, из-за высокомерия. Иблис, который сказал, на небесах не оставил пяди, где он суджуд не делал, который был очень усердным в поклонении, и за высокомерие отказался подчиниться Аллаху, субханава ва та'алле. Еще от Ибну Масуда Аль-Кама, имам Аль-Кама, один из самых, как бы, первый ученик Ибну Масуда, один из величайших имамов, он тоже передал эту версию. Кроме Ибну Масуда, тоже многие пересахабы передали эту историю. Анас, Ибну Аббас, Ибну Умар, Хузейфа, Али, Жуба ибну Мутрим. Али, ради Аллаху ангум, историю, которую передает Абу Хузейфа-аль-Архаби, говорит, «Луна раскололась, и мы были рядом с пророком». Эта версия тоже есть. И Анас передает, хотя Анас там не был, но Анас уже от сахаба, что жители Мекки попросили его, пророка, алейсалату ассалям, покажи нам чудо. Они знали, в то время, сейчас, допустим, современное человечество, чем отличается? Абсолютным безразличием к Богу, к религии, к вере. Это зло 20 века, когда сатанистам мира удалось отдалить все человечество от Бога и от веры в Бога. Если раньше было даже там, они шейх делали, но они верили, хоть во что-то верили. В Бога, в дьявола, в идола, в кого-то верили, кому-то поклоняли. Сейчас страшное поколение, поколение безбожников, ни во что не верующих атеистов. Понимаете? Ни во что не верующих, и абсолютно безразличным к этому, кто их сотворил. Для чего? То есть, рабы своего живота и своих удовольствий. Это страшное поколение, которым безразличны. В то время, даже, может-таки, Хурейч, у них была вера, но вера в идолов, да, это широк, это кофр, но у них какая-то вера, у них хоть к чему-то интерес был. Поэтому они знали, что, потому что там иудеи, христиане, от их ученых, что доказательством пророчества любого пророка является му'джиза. Он должен показать му'джиза. И они говорят пророку, алейсалату ассалам, покажи нам му'джиза. И он показал им раскол луны на две части, и они все равно отказались. В этой версии сказано, над горой хира они увидели. Одна часть была над горой, другая ниже. Понимаете? Вот это чудо пророка, саллиллаху алейсалам, которое он им показал. У него еще много других риваятов есть. Теперь автор, рахима ахуллах, говорит, если сейчас, допустим, уже в современных источниках, почему, дескать, нету об этом такой информации, да? Автор объясняет, что, во-первых, это была ночь. Ночью обычно люди спят. Поэтому от того, что пророк, саллиллаху алейсалам, это мы сейчас ночью не спим, да? Занятые телефонами, компьютерами, телевизорами, развлечениями, кафешки, туда-сюда. Раньше этого всего не было. Люди только после захода солнца домой, и буквально там ужин, все, и ложились спать. Поэтому, естественно, такое событие могли видеть единицы. Мы тоже сейчас, допустим, кто из нас за Луной, за звездным небом наблюдает? Никто не наблюдает. Может, там много каких-то, и сейчас каких-то явлений происходит, но кто из нас это видит? Никто не видит. Поэтому автор говорит, вот то, что оно не передано в каких-то современных источниках, почему нет астрономических каких-то этих. Я слышал, что в китайских каких-то летописях там есть упоминание, что было такое явление. Аллаху али. Но опять-таки мы должны понимать, что Луна, она же не везде, если она видна там, это только в ограниченном участке Земли ее видно. На всей Земле в этот момент ее не видно. Когда произошло вот это чудо. Теперь еще одно чудо пророка али-иссалату ассалам. Это возвращение уже зашедшего солнца. Имам Ахави, имам Ахави, автор книги по Ак-Иде, Ак-Иде от Ахавия, говорит, передает от Асма бин Тумайс, сподвижница пророка али-иссалату ассалам, тут две цепочки, что однажды к пророку али-иссалату ассалам пришло в Ахи, откровение. И в этот момент он как раз голову опустил. Когда пророк получал откровение, приходило к нему в Ахи, он стоять не мог, сидеть тоже, он ложился. Это очень тяжелая процедура была для него. С него даже в холодный день начинал, такими градинки пота текли с него. Он очень тяжело, потом отходил от этого. Это нелегкое дело, когда к тебе приходит ангел. И он опустил голову на ноги али, и вот так лежал. Когда вахью закончилось, история, предыстория этого такова, что он отправил али куда-то. Пока али пришел, они ассар намаз помолились, и али пришел как раз перед заходом солнца. Чуть раньше, наверное, там это было раньше. Поручение, он пришел, не успел помолиться, и пришло вахью, пророк опустил голову на. И али не успел помолиться ассар намаз. Он говорит, в другой версии, али передает, как будто на меня все дуния навалилась. Такая тяжесть, не шелохнуться не мог. Когда вахью закончилось, откровение пророку закончилось, али не совершил намаз. У него уважительная причина. И пророк, салли Аллаху, алей вассалям, говорит, ты совершал намаз? Ты намаз сделал? Он говорит, нет. Тогда пророк, салли Аллаху, алей вассалям, говорит, Аллаху ма инна укана фит аатик ват аати расулик фардуд алейхишамс. О, Аллах! Он был в выполнении, как бы, то есть в покорности Аллаху и его посланнику. Верни солнце. Верни солнце. Асма говорит, рады Аллаху анху, анха, я видела, как солнце, которое зашло, зашло обратно, и мы видели ее, как бы, над горой. И это было, она говорит, сахба, сахба, это недалеко от Хайбара, это уже в Мадине было, после переселения в Мадину. И пока Али помолился, и солнце зашло. Имам Ахмад бну Салих от Абари, он говорит, тот, кто пошел по пути знаний, то есть люди, которые изучают религиозные знания, они недопустимо, чтобы они не выучили вот этот хадис Асма. Каждый Алим должен знать. Почему? Потому что это одно из самых величественных доказательств пророка, пророчества пророка Мухаммада, саллиллаху алейху ассалям. Некоторые ученые сказали этот хадис вымышленный. Некоторые сказали слабый. Есть такие эти. Мулла Аликали, имам, мухадис, он говорит, в частности, имам Ибн Джоузи, который сказал, что это вымышленный хадис, он говорит, имам Ибн Джоузи сделал такое заключение из-за того, что один из передатчиков был шиитом. И Мулла Аликали отвечает на это. Он говорит, если Кадириад, он не менее знающий имам хадиса, мухадис, хафиз, если он говорит, что этот хадис достоверный, это просто из-за того, что шиит, не зная, он заслуживает доверия или нет, а если Кадириад, и не только Кадириад, еще есть некоторые имамы, которые сказали, этот хадис достоверный, он говорит, его обвинение в недостоверности отвергается. Этот хадис, приемлемый хадис. Еще один хадис, который передает имам Ибн Исхак, от Юну Сабну Букейра, имам Шейбани, хафиз, он говорит, когда была ночь Исра, вознесение пророка, алейсалату ассалам, перенос и вознесение Исра, Эмирадж, он сообщил у рейша, доказательств, что он там был, когда они сказали, где у тебя доказательства, он начал приводить доказательства. Одно из них было, что он сказал, что я видел в пути ваш караван, который возвращается, и который придет в среду. И рейши вышли в среду, вышли смотреть, значит, солнце уже зашло, и пророк, салли Аллаху алейкум, уже почти зашло, не зашло, уже почти зашло, уже вот-вот, и тогда пророк, салли Аллаху алейкум, попросил Аллаха, он знает, что караван идет, задерживается, он попросил, что Аллах, субхану алейкум, остановил солнце, чтобы они, он сказал в среду, и солнце остановилось, они вошли, и потом зашло. Как он и сказал, так и случилось. Это тоже еще одно доказательство, одно из чудес, пророк алейкум, салли Атусом. Те, кто отрицают вот эти хадисы, вот последние два, они говорят, есть достоверный хадис, в котором сказано, что солнце было возвращено только однажды, это Юша Амнунун, ученик Мусы, пророк, который был после Мусы, который упоминает со словом Тулькар, что ночь на субботу, субботу, Бану и Сраиля, им нельзя было там работать, воевать, что-то, он, алейсалям, Юша, они вели осады Иерусалима, и уже солнце зашло, а им нельзя, субботу попросил Аллаха, Субхану Аталью, вернуть его обратно. Солнце вернулось, они, как бы, закончили железовое взятие, и потом зашло. Имам Мулали в комментариях к этому хадису говорит, это имеется в виду из предыдущих апшин, хотя там аж есть некоторые ваэты, что у Давуда было такое, у Сулеймана тоже было такое, но если даже взять, то это было раньше. Теперь, еще одно из чудес пророка Мухаммада, саллиллаху алейху ассалям, это то, что вода вытекала у него из межпальцев, это тоже передало большое количество сподвижников, таких как Анас, Джабир, Ибн Масуд. первый хадис передает Бухари и Муслим от Анас, роди аллаху анху, он говорит, однажды я видел, когда наступило время аср намаза, они были в походе, люди начали искать воду для омовения, в походе воды нет, не нашли, и пришли к пророку алейху там как раз для одного человека вода для омовения, в сосуде принесли один сосуд с водой на одного человека, пророк саллиллаху алейху ассалям, он говорит, опустил туда руку, и потом приказал людям набирать, черпать, там тазик был, небольшой тазик, чтобы черпали и делали оттуда омовение, он держит там руку, они оттуда черпают, черпают, вода остается как была, и он говорит, анас, я видел, как из-под пальцев вытекала вода, они набирают, вода оттуда вытекает, наполняется, вытекает, набирается, и все люди до последнего сделали омовение, когда спросили, ребяти, которые передают анас от катады, то есть катада от анаса, он говорит, почти закрывали его пальцы эта вода, то есть не так много, что, но пальцы закрывали, закрывала вода, он говорит, а сколько же вас было, он говорит, это 300 человек, 300 человек из одного сосуда сделали омовение, в другой версии тоже есть, что это было заура, одна версия есть, заура это рынок в Мадине, там, потом есть еще несколько ревайтов, есть один ревайтов, что было 780 человек, в другой версии что 70, ученые сказали, что это были разных, в разных местах повторялось, и 300 было, в другом каком-то месте их 80 было, тоже он повторил, где-то их было 70, тоже, то есть он много раз показывал вот это му'нжиза, много раз, еще сейчас придет, что это было еще также при сульху л-худейби, когда их было 1500 человек, Ибн Мас'уд, р. А. передает тоже, это ревайтов Аль-Кама, значит, достоверный хадис, пророк, саллиллаху, алейхи вассалям, когда мы были в походе одном, сказал, найдите льне воду, у кого есть вода, то есть излишки воды, остатки воды, и принесли ему немного воды, он налил сосуд, опустил туда руку, и вода начала вытекать между его пальцами, бухари и мусульм передают этот хадис, следующий хадис, тоже хадис Ахиах, передает его Салим бнуабиджад от Джабира, Салим бнуабиджад, это был из табиинов человек, интересная судьба этого человека, он говорит, я был продан за 300 дирамов, был рабом, скорее всего на войне его в плен взяли, или как Аллаху Алям, или от рабов родителей, меня продали за 300 дирамов, имам, великий имамом стал, потом хозяин меня освободил, я подумал, говорит, какой бы работой заняться, какую работу, решил заняться шариатской наукой, и буду работать, буду ильм учить, он говорит, год прошел, и ко мне пришел, напросился посетить меня правитель города, в котором я жил, но я его не принял, он говорит, я ему отказал, не принимаю этого, он говорит, я начал изучать ильму, через год меня посещает уже бывшего, вчерашнего раба, за 300 дирамов, копеечного раба, он говорит, год знаний уже ко мне пришел, чтобы почтить, оказать свое почтение правитель города, но я его не принял, он передает, салиму абиджа'уд, аджабира ради Аллаху анху, когда в сульху худейбя, поход на худейбя, когда вышел с войсками совершить малый хадж, их курейши не пустили, и они остались в этой долине худейбя, где нет воды, и люди начали испытывать жажду, воды нет, вода закончилась, и перед ним был маленький кожаный такой бурдючок, и пророк салиму смотрит на них, они говорят, у нас кроме вот этого твоего маленького бурдючка воды нет, он салиму положил руку на этот бурдюк с водой, и потекла оттуда вода, как ручейки, и передатчик, он говорит, я сказал джаберу, сколько вас было, он говорит, тысяч, если бы даже сто тысяч было, тоже нам ее хватило, нас было, где-то тысяч пятьсот человек, со одного небольшого бурдюка, течет, хватило на тысячу пятьсот человек, он говорит, если сто тысяч было, тоже хватило бы, есть еще один ривая, тоже от джабера, он когда попросил принести воду, он говорит, открыли, нашли капельки, там горлышко, значит, бурдюка внизу, бывало горлышко, открывают воду, там нашли капли, больше ничего, нет, и он говорит, саллаху алейху алейху ассалям, принесите значит, большой сосуд, большой чан, он говорит, сначала он опустил туда руку, а нет, выжал оттуда эту воду, потом что-то читал, делал какую-то дуа, джабер говорит, я не услышал, что он читал, какое дуа он делал, когда принесли большой там чан ему, он туда это слил, потом опустил туда руку, и он говорит, разделил между пальцами, растопырил пальцы, и эту воду каплю туда налили, и он сказал бисмиллях, и он говорит, я увидел, как вода начала оттуда бить ключом, из-под пальца, и заполнится этот сосуд, этот большой чан, и он велел людям набирать оттуда воду, и начали они набирать, он говорит, кто-нибудь остался, кому не хватило, он говорит, когда пророк, всем хватило, он говорит, когда пророк руку вытащил, чан был полный, как будто оттуда ничего не черпали. Другая тоже есть еще одна версия хадиса, тоже, значит, хадис Муссаль, Шааби сам передает оттарок, алейсуалату салам, принесли маленький такой, ну, маленький, как у нас бывает, такие монахи, вот такая кожаная, и он говорит, сказали, что, о, посланник другого нет, вот это все, что у нас есть. Он этот маленький, это то, что была вода, налил чуть больше бурдюк, туда палец положил, средний палец, и люди начали оттуда брать и делать омовение. То есть, вот эти хадисы, вот эти хадисы, вот аят и все это, о них имам Термези и другие говорят. Это все, естественно, видели тысячи людей. Сульх Худейбия с ним 1500 человек. Других разных каких-то ситуаций, там, 300, 80, 70. Это все чудеса, которые они видели. Это же не один раз бывало, это часто бывало. Это часто бывало, это очевидное доказательство истинности пророчества пророка Мухаммада саллиллаху алейхи ва саллим. Сегодня оппоненты могут сказать, а, ну, вот же сегодня иллюзионисты тоже показывают какие-то там свои, да, номера какие-то. Это обман зрения или может даже где-то колдовство, потому что эти иллюзионисты они бывают связаны с колдунами, с джиннами, связаны с колдунами. Может то, может это. Но му'нджиза пророка никто повторить не может. Почему? Сказано му'нджиза бывает му'нджиза и когда человек, который показывает, он заявляет, что он пророк. Если какой-то иллюзионист попытается сказать, я пророк, пускай покажет. Аллах его уничтожит. Они никто не заявляют, что он пророк, они сами говорят, а это иллюзии. Это их называют иллюзионисты. Это ловкость рук, какой-то обман зрения и так далее. Там всякое бывает. Но пророк, салли иллюзионисты. Моя ловкость, приятел, мой талант, мои способности. Пророк этого не говорил. Он говорил, все это от Аллаха. И потом, до 40 лет он ничего не показывал. Да, видели люди, которые, это Аллах ему давал такие, муджида, за ним облако идет, камни, деревья, салам дают и так далее. Но он что-то такие вещи, вода, это у него ничего не было. И он никогда не говорил, что это я. Он говорил, все от Аллаха. Этим отличается муджида пророков от каких-то фокусов, этих иллюзионистов, фокусников. Поэтому вот это все еще и еще раз доказывает нам истинность пророчества пророка Мухаммада салли Аллаху алейхи вассаллим. Вот я когда сказал, сегодня очень страшное время. Понимаете, в чем опасность этого времени? Когда человечество безразлично вообще к вопросу существования Творца, к вопросу суда в судный день, к вопросу ада и рая. Когда человек, да, он многобожник, там у него хоть какая-то опора есть. с ним как-то говорить, у него вера есть, что есть какие-то как у многобожьих силы, у нас Бог, но с ними он во что-то верит. А сегодня страшное время, когда люди ни во что не верят. Они говорят, ну, мне это не надо, как эти агностики. Я ничего не утверждаю, я ничего не отрицаю, мне плевать. Завтра в судный день тебе будет и наплевать. И потом это уже навсегда. Ведь мы повторяем всегда, человек вечен, мы вечны. Не на этом свете. Вообще, я говорю, будет смерть, будет воскрешение, все, больше потом уже конца не будет. И кто-то останется навечно в муках. Поэтому это очень серьезно. и эти люди обманувшись, мне наплевать, мне без разницы. Нет. Я вот один из таких, не будем сейчас время такое нездоровое, опасное, да, один из этих политиков, которых громче всех орал везде, да, в ютубе я наткнулся недавно на это, что он перед смертью, когда понял, что уже умирает, там плакал, рыдал, а так ходил так, если я к Богу приду, я ему скажу, верни меня обратно на землю, я хочу там бороться, там, за права людей, там, туда-сюда. А когда наступил момент смерти, он понял, что уже смерть, плакал. И так будут эти все, они перед смертью все будут плакать. Но тогда уже будет поздно. Поэтому сегодня этот вопрос пророчества, вопросы Творца, это очень важно, это очень актуально. Они говорят, а где доказательства? Вот мы приводим доказательства. Прочитайте, изучите, все в ваших руках. Просим Аллаха нам хидая пророк сообщил, что будет показывать такие вещи, это истер рач или ихана. И у Муса Лима там воды не плюнула, вообще высохла. Один глаз слепой там пытался сделать то, что пророк ослеп на второй глаз. У него все наоборот, это не было ничего. Те люди, которые рядом с пророком были, они это все видели, шеф, для них это было ключе, а вот современным людям что им изучают, что им читают, им просто верить же остается. Ну, во-первых, о существовании у нас в вопросах вероубеждения самый лучший и будем говорить оптимальный вариант это то, что привели в доказательство существования Аллаха мутакалиму ученые акиды. Допустим, сейчас понятно, с мусульманином вопрос, или христианин, иудей, верующие люди, верящие в Бога, мы приводим какие-то книги, да, вот книги, так скажем, вот аргумент, а люди не верующие с ними что делать? Для них остаются только логические доказательства, а у нас ученые привели доказательство существования Бога, есть логические доказательства. У нас имам Насафи в своей книге говорит, что методы познания, или инструменты познания, это логика агль, это органы чувств, это достоверная информация. Сегодня современные атеисты, начиная, уже это было, это хитрый план был, они, значит, человечество убедили, что только органами чувств, то, что человек познает, это является доказательством. То есть, чтобы я что-то поверил, я должен его увидеть, или пошупать, или понюхать, или услышать, да, но это ученые сказали, самые слабые инструменты познания. Почему? Потому что есть много чего, что так далеко, что его не увидеть, не услышать, не пошупать, невозможно. Вся история на что полагается? Вся история это достоверная информация. Кто есть сейчас, кто видел, например, Ису, алейсалям, кто сомневается в Иссе, кто есть сейчас, кто видел Фарака Мухаммада, но не один человек, имеющий разум, разумный человек не скажет, нет, раз мы их не видели, значит, их не было. Если кто-то скажет, то сразу скажет, что ты сумасшедший. Вот видите, они сами в этой области этот аргумент доказательства принимают. Но есть еще сильнее аргумент, это логика. Она железобетонная. Понимаете, например, ученый Алид Антави приводит такой пример. Идут верующие и неверующие. Доходят, идут по пустыне и видят там дворец, ухоженный сад, прекрасный дворец, все чисто, там текут какие-то ручейки, бассейн и так далее. Верующий человек говорит, о, как прекрасен, кто создал это. Неверующий говорит, да нет, оно само по себе образовалось. его аргумент какой не верующий? Он говорит, ты же не видел, кто его, что его кто-то строил, что кто-то это сажал, копал, ты же этого не видел, значит, его нет. Это аргумент атеистов. их основной аргумент какой? Кто видел Бога? Вот ситуация в этом примере, если по пустыне идешь, находишь там дворец, ухоженный сад, тебе нужно, чтобы ты увидел, кто это сделал, чтобы поверить, что кто-то это построил. Нет, конечно, там стоит, значит, кто-то его построил. Не может быть, что само по себе что-то образовалось. Понимаете? Вот это наш аргумент на существование Бога. Эта вселенная это главный аргумент, когда мы видим триллионы триллионы планет. Просто феноменальные расстояния. Просто сверх порядок в этой вселенной. Все планеты летят только по своей орбите. Порядок просто сверх естественный. Земля, реки, моря, дожди, состав воздуха, который мы дышим, определенный процент кислорода, азот и так далее. Все настолько как говорится как это слово подобрать? Продумано и гармонично, что оно само по себе это не могло быть. Не может такое быть. Что земля летает вокруг солнца, солнце летит тоже по своей орбите. Вокруг земли луна. Это просто чудеса. И это же меняется уже ось вращения земли. Все, день начал укорачиваться. Будет ночь увеличиваться, чтобы пришла зима. Кто землю разворачивает? Это каждый год повторяется по секунду, точно секунда в секунду. Понимаете? Кто это? Скорость солнца не меняется ни на одну секунду, ни быстрее, ни медленно. То же самое луна, земля. Это такой порядок, такая гармония, это не может быть само по себе. Естественно, это есть творец. Все. Это Акль говорит. Вот это мы приводим. Но атеисты что сказали? Нет, 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 логический аргумент не является доказательством. Вся математика строится на логике. Почему вы там принимаете? Когда мы говорим там рассчитываем скорость чего-то, мы что, ходим за ним, бегаем и этим метром меряем это? Нет? Взяли это, какая значит скорость расстояние, умножили, определили, когда он куда доедет. Все стоится на логике. Значит следственная вся система стоится на логике. Там есть какие-то мотивы находят какие-то есть там определенные какие-то значит доказательств может быть отпечаток пальца там, допустим если по логике атеиста тогда сегодня ни одного человека засудить невозможно. чтобы доказать тогда кто видел что он убил или украл. Но это только идет можно такое сказать. Нам достаточно если мы нашли там его отпечатки пальцев если у него мотивы есть если его люди видели там значит цепь каких-то логических заключений приводит нас к тому что этот человек это совершил. Поэтому логика достоверная информация атеистами используется сплошь и рядом. Но в вопросах религии не, не, почему нет? Вы сами себе противоречите. Поэтому это чистое упрямство. После того как мы доказали что Бог есть теперь надо уже доказывать значит что тот или иной человек который говорил что он пророк и посланник что он действительно пророк и посланник. Для этого Аллах дал вот эти му'джизаты. Они все показывали чудеса и мусор и риса и риса и риса оживлял людей и мусор там тростью коснулся моря раскрылось там 12 проходов по морю по дну моря понимаете между ними окошко в воде чтобы они друг друга видели 40 лет они блуждали по пустыне каждый день им приходит с неба райские перепела и манна небесная хлеб такой 40 лет их сопровождает 600 тысяч человек их сопровождает все время за ним над ними идет облако у него камень у мусора такой камень пемза пемза значит ороговевшие части кожи сдирают такой легкий камень бывает камень такой был он носил с собой когда останавливался оттуда вытекало 12 источников которые каждый был расшит на 50 тысяч человек 12 родов Бану Исраиля у каждого свой источник они это все видят каждый день это они видят с неба приходят жареные перепела манна небесная вода у него вытекает над ними облако идет дает им тень так 40 лет каждый день вся толпа это все видит в их книгах это передается это уже сегодня очевидная вещь но атеистам в 20-21 веке удалось перевести это из достоверной информации в разряд мифов как будто это какие-то сказки выдумки мифы они используют я читаю когда эти современные атеисты википедии по преданию какое-то предание предание почти как чуть ли не как миф это достоверное предание скажите достоверное предание поэтому вот таким образом современным людям мы можем доказывать но беда современного человека из-за своего высокомерия понимаете самые опасные люди бывают в этом деле безбожья это образованные люди почему простой человек невежда у него нечем хвастаться нечем гордиться он может легко принимать какую-то аргументацию но он же не алим а вот когда образованный человек он уже из себя начинает значит мнить что он какой-то сверх знаток и типа меня на такие там ваши рассказы какие-то боги почему потому что в 20 веке вам это не понять я помню когда нам в школах в институтах все время веру высмеивали это считалось значит признаком отсталости что это значит человек совсем далекий поэтому вот это комплекс остался поэтому многие светские эти они сегодня не я не верующим даже может глубине он верит где-то но это признак хорошего тона сказать что я не верующий как в Европе знаю в Америке сейчас признак хорошего тона это толерантность к ЛГБТ что это нормальные люди что да я признаю да это их право это нормально когда сегодня они внушают что не два пола пола может быть много он она да 64 понимаете ну вот такое это это все комплекс нас алюллах аляфи ассалам аляйкум и рахмат лохи ва барак